Сегодня 7 мая, сев люцерны, норма высева в пределах 12-14 кг на гектар, это люцерна на корм. Светлана была предпосевная культиватором компактор, еще будет прикатывание. Сейчас почва вспушена, она еще утрамбуется и будет глубина где-то в пределах 2 см, 2-1,5 см, это вполне нормальная глубина для люцерны, потому что обычно с этой глубины люцерна всегда получается, и она не выдувается, и она всходит практически вся. Ну то есть, вроде бы мелкосемянная, но в то же время стараемся чуть-чуть заглублять, чтобы слой, где находятся семена, был длительно увлажнен. Это очень важно для люцерны, потому что люцерна тоже, она такая сама по себе тугая на всхожесть, а слой, если быстро пересыхает, а у нас все же климат переменчивый, то есть может быть сухо, может быть влажно, и поэтому лучше чуть заглублять. Чуть заглублять, и тогда получается люцерна всегда, то есть не нужно ее пересевать. Я даже не помню, чтобы мы пересевали. Только летние посевы были случаи, но это летние. Вообще еще люцерну лучше сеять весной, это тоже как бы одно из правил для Курского региона, который позволяет также получать посевы в хорошем состоянии, то есть дружные всходы. Получается, что достаточно стеблистой, достаточно растений на квадратном метре, для того, чтобы получать высокий урожай уже при уборке на зеленую массу, на сенаж. Еще такой вопрос всегда, как защитить люцерну от сорняков именно в первый год жизни. Обычно люцерну сеем в чистом виде. И самый лучший способ, конечно, это имазотопир. Фазу всходов. Это лучший как бы такой вариант. Он позволяет получать люцерну даже в первый год жизни. Ну, чистую люцерну именно, что масса будет. Сколько укосов, ну, все будет зависеть от года. Если год влажный, можно получить до двух укосов. Если год засушливый, то, скорее всего, вот в этом регионе все ограничится одним укосом. Может быть, и вторым укосом, но он будет более поздний. И он, скорее всего, лучше будет закладываться на сенаж, чем на сено, потому что, скорее всего, не получится высушить. То есть, все возможно. Так что, вот так вот по люцерне немножечко. Здесь будет сейчас прикатка. Здесь каталась до посева. Иногда это нужно. Иногда это как бы не обязательно. То есть, здесь был компактор. Здесь было прикатывание. Сев. И еще будет прикатывание. То есть, это необязательный, как бы, элемент. Но в то же время он также помогает держать глубину на определенном уровне. Ну, и покатки также еще и подравнивать, смещая, допустим, землю.